Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Встреча главы региона Рашида Темрезова с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Обсудили социально-экономическое развитие республики. В частности, говорили о работе отраслей промышленности, сельского хозяйства в нынешних экономических реалиях. Матвиенко отметила, что в нынешних экономических условиях важно поддерживать как бизнес, так и граждан. Никто не должен остаться один на один со своими проблемами. В Москве состоялась рабочая встреча главы региона Рашида Темрезова и министра культуры России и председателя Оргкомитета по подготовке и проведению празднования столетия Карачаева-Черкесии Ольги Любимовой. Стороны обсудили вопрос подготовки к празднованию векового юбилея республики. При поддержке Минкультуры страны в сентябре в Кремлевском дворце планируется провести большой совместный концерт, приуроченный к столетию Адыгей, Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии. Летом в главных парках Москвы также запланированы концерты на открытых площадках. В планах Дни Карачаева-Черкесии в Госдуме, встречи с земляками в российской столице. И, конечно же, целый ряд ярких запоминающихся мероприятий в регионе, открытие более полусотни новых объектов. Жители Карачаева-Черкесии могут сами определить список территорий, которые, по их мнению, в первую очередь нуждаются в благоустройстве. Для этого достаточно зайти на платформу za.gorodsreda.ru и отдать голос за объект в рейтинговом голосовании. По Карачаево-Черкесии таких сейчас проводится семь. В Уззекуте, Черкесске, Карачаевске и еще в Медногорске. Подробности сообщила заместитель министра строительства и ЖКХ республики Зульфира Батчаева. По городу Черкесску мы на следующий год будем отбирать из двух одну территорию. Это либо аллея подаватора, либо лестничный спуск на Зеленый остров. По городу Карачаевску отбираем дизайн проект улицы Мира. По городу Уззгута будут выбираться из двух скверов один. Либо по Морозово, либо по Первомайской. Вот два сквера выставлены. Тоже посмотрим, за какой из них жители будут отдавать свои голоса. И в Медногорском детский парк по Парковой улице и также аллея по улице Бардина. На состоявшейся встрече главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова с генеральным директором российского экологического оператора Денисом Буцаевым обсудили вопрос развития инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами в республике. В Карачаевой Черкесии до 2024 года планируется построить заводы по обработке твердых коммунальных отходов на 200 тысяч тонн в год. Рашид Тимрезов поблагодарил руководство российского экологического оператора за поддержку данного проекта, отметив, что эти мощности позволят полностью покрыть потребности республики в объектах в сфере обработки твердых коммунальных отходов. На заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России одобрили заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита для реализации проекта комплексной застройки микрорайона «Спутник» в Черкесске. В частности, за счет инфраструктурного кредита в 2024 году планируется строительство сетей водоотведения общей протяженностью более трех километров нового микрорайона. В результате реализации проекта будет создано 1096 рабочих мест. Более 12 тысяч детей из Карачаева Черкесии смогут отдохнуть в этом году в пришкольных и оздоровительных лагерях на территории республики. Благодаря отмене антиковидных ограничений в этом году в лагерях планируется стопроцентная загруженность. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Лейла Атаева. Начало летней оздоровительной кампании мы планируем на 1 июня. В течение лета будут организованы 5 или 6 смен продолжительностью по 14 дней. И в загородных лагерях у нас их будет 6. Плюс мы запустим работу лагеря палаточного типа. И остальные детки у нас будут отдыхать, как всегда, летом в школьных лагерях. Планируем охватить, я думаю, чуть больше 12 тысяч детей в этом году. Министерство образования и науки Крачево-Черкесской республики по приказам об обеспечении комплексной безопасности в школьных лагерях дневного пребывания, в целях обеспечения этой безопасности, начальника муниципальных органов управления образованием, предписывает создать условия для безопасности жизни и здоровья детей. До 29 апреля в школьных лагерях у нас будут проведены все мероприятия по устранению тех предписаний, которые выдвинули контрольные надзорные органы. На проходящей в эти дни международной научной конференции «Клычевские чтения-2022», посвященной 90-летию абазинской письменности, ректор Государственного университета имени Умара Алиева Таусултан Узденов выступил с предложением учредить ассоциацию учителей родных языков республики. Участники единогласно поддержали идею. В двухдневной конференции принимают участие более 160 человек, в том числе ученые из регионов Северокавказского и Южного федеральных округов, вузов и научных учреждений Карачаева Черкесии, а также известные исследователи из Абхазии, Грузии и Турции. Мероприятие посвящено столетию со дня образования Карачаева Черкесии. В Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой состоялась торжественная презентация книги «И пусть поколения знают», посвященная участникам Великой Отечественной войны, уроженцам и жителям Ногайского района и аула Козыл-Юрт-Хабесского района. Каждая глава издания – итог многолетней исследовательской работы автора Светланы Наймановой Булгаровой и помогавших ей в поисках неравнодушных жителей республики. Труд, проделанный автором, трудно переоценить. В издании по крупицам собраны сведения о наших земляках, приложивших все силы для счастливого светлого будущего. Впервые всероссийский конкурс молодежных проектов в этом году пройдет в Карачаево-Черкесии на базе высокогорного форума «Махар». Об этом рассказал министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Данное форумное мероприятие на территории Карачаева-Черкесии проводится уже не в первый раз, но в этом году совместно с Карачаево-Черкесским государственным университетом Министерством по делам молодежи Карачаева-Черкесии будет вестись активная работа по улучшению материально-технической базы, лагеря, на которой будет организовано и проведено форумное мероприятие, а также в настоящее время ведется работа с Федеральным агентством по делам молодежи по определению номинаций, в рамках которых жители Карачаева-Черкесии и других субъектов Северказского федерального округа могут представить свои инициативы. В сельхозпредприятиях республики продолжается весенняя полевая кампания. Аграрии обеспечены всем необходимым – семенами, удобрениями и горюче-смазочными материалами. В текущем году планируется засеять яровыми сельскохозяйственными культурами 86,5 тысяч гектаров. В Черкесске началась обработка парков, скверов и зеленых зон против пастбищного клеща. Сухая и жаркая погода способствует более интенсивному размножению клещей. В первой половине мая парки и городские скверы также будут обработаны от насекомых. Сейчас специалистами Россельхозцентра проводится обработка деревьев против щутты и паутинного клеща. Проведена обработка каштанов против первого поколения каштановой моли и коричневой пятнистости. Дополнительно на 700 каштанах развешаны феромонные ловушки против моли. Военные песни на языках народов республики прозвучат в рамках проекта «Фронт-Офф» – «Жизнь за пределами войны». Принять участие в нем смогут дети от 12 до 16 лет. Конкурс продлится до 1 июня. Подробности сообщила начальник информационного отдела Государственной филармонии Динара Карданова. В конкурсе могут принять участие школьники и молодежь в 12-16 лет. Они должны перевести одну из военных песен, кроме «Темной ночи» и «День победы» на один из четырех субъектов образующих языков – Крыщаево-Черкесской республики, Крыщаевский, Чуркесский, Абазинский или Ногайский – и направить чекст на электронную почту. Эти две песни будут переведены к нами, и они будут завершающими песнями концерта. Их будут петь на всех пяти субъектах образующих языках. В результате конкурса будут выявлены восемь победителей, которые смогут принять участие в завершающем концерте проекта и спеть в дуэте с популярными артистами Крыщаево-Черкесской республики, солистами Государственной филармонии. Конкурс уже объявлен, проводится с 14 апреля до 1 июня. Результаты конкурса будут объявлены на официальном сайте Государственной филармонии. В Карачаево-Черкесии продолжаются выезды мобильных диагностических комплексов для оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов. Так, комплекс Малокарачаевской центральной районной больницы, который был получен в рамках реализации нацпроекта здравоохранения, совершил выезд в село Кызылпокун для проведения профилактических осмотров и диспансеризации. В результате выезда 25 человек прошли профилактический осмотр и диспансеризацию. В Карачаево-Черкесии общество «Царьград» выступило против продажи изданий, пропагандирующих гомосексуализм. Об этом рассказал руководитель регионального общества Денис Труговцов. В книжных магазинах Черкеска продаются эротические романы с пропагандой гомосексуализма. Активисты «Царьграда» обнаружили эту литературу, когда изучали ассортимент и книжные предпочтения жителей Карачаева-Черкесии. Региональное отделение общества «Царьград» посетило книжные магазины столицы Карачаева-Черкесии. Изучали, какими изданиями наполнены полки, чем интересуются покупатели и что им предлагают продавцы. Идея данного мониторинга возникла не на пустом месте. В «Царьград» поступил сигнал о продаже в магазинах книг, где в слабо прикрытой форме пропагандируется гомосексуализм и, возможно, другие формы разврата. Региональное общество «Царьград» выступило против продажи подобного рода романов и обратилось в надзорные органы с просьбой проверить действия предпринимателей на соответствие законодательству РФ, а также оценить происходящее представителям общественных и религиозных организаций. Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 года. При этом назначать пособия будут с 1 апреля. Комментирует информацию руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда Республики Анна Шаганова. Президент России подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 8 до 17 лет. Важным условием для получения пособия является размер доходов семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей средний душевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Базовый размер выплаты 50%, в среднем по стране это 6150 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособия назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума ребенка. Если с учетом и этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи останется ниже прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка. Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут получать только одинокие родители, и размер этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума ребенка. По факту покушения на сбыт наркотического средства в отношении жителя поселка Аркеншахар Ногайского района возбуждено уголовное дело, рассказывает Евгения Узденова, начальник отделения информации и общественных связей МВД Республики. Сотрудниками УНК МВД по КЧР в поселке Аркеншахар при производстве обыска по месту проживания подозреваемого обнаружено и изъято, согласно заключению эксперта МВД по КЧР, наркотическое средство общей массой 26 грамм. Следователям МОИ МВД России Адыге Хаббельские возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228 прим. 1 УК РФ, покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Фигурант дела заключен под стражу за ранее совершенное преступление. Прокуратуре Республики Ненадлежащего финансирования мероприятий по закупке лекарственных средств и медицинских изделий и неурегулированности отношений в сфере здравоохранения. Госавтоинспекция информирует о работе подразделений МРЭО ГИБДД в период майских праздников. Об этом расскажет Евгений Узденова, начальник отделения информации и общественных связей МВД Республики. Прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств, обмену и выдаче водительских удостоверений, приему экзаменов отделениями МРЭО ГИБДД МВД Покорочаева Черкесской Республики будет осуществляться 30 апреля, 3, 7 и 10 мая 2022 года согласно графика работы. С 30 апреля курорт Архэс переходит на летний режим. Здесь гостям доступны горные маршруты, экотропы и гондольная канатная дорога до высоты 2300 метров. Подробности сообщила пресс-секретарь компании Кавказ.РФ Татьяна Поздеева. В майские праздники можно смело планировать поездку на Архэс. С 30 апреля снова запустим после регламентных работ канатную дорогу Млечный Путь. Можно будет подняться к смотровой площадке на южном склоне, оттуда открывается прекрасный вид на главные вершины Пшиши и Софию. Уже можно будет гулять по экотропе курорта, можно встретить зубров в Тибердинском заповеднике или найти первоцветы, можно отправиться к озерам, водопадам в окрестностях курортов. Можно поехать на экскурсии к христианским памятникам или к обсерватории Иран. И мы не устаем повторять, что Архэс это еще и прекрасное место для общего оздоровления. Благодаря высокой концентрации в горном воздухе полезных фитонцидов хвои можно просто гулять, дышать и одновременно укреплять здоровье. Еще у нас нет растений-аллергенов, поэтому если есть весенние проблемы с этим, просто приезжайте у нас в этом плане ОАЗИС. Также можно пройти курс лечения при некоторых отелях курорта. То есть даже 3-4 дня отдыха на курорте обязательно скажутся благотворно на здоровье. Открытый республиканский турнир по панкратиону, посвященный столетию образования Карачаева Черкесии, прошел в Черкесске. В состязаниях принимали участие более двух сотен спортсменов из Ставропольского края, Краснодарского края и нашей республики. Спортсмены Карачаева Черкесии пополнили региональную копилку различными наградами. Сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 22 метров в секунду ожидается в Карачаевой Черкесии 29 и 30 апреля. Из-за сильных осадков на реках республики возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход сели малого объема. Непогода может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий. Карачаева Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаевой Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 23, в горах местами до плюс 15. В горах республики свыше 2500 метров лавина опасна. В Черкесии днем кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 22 градусов. Это все новости к этому часу. С ними я вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!